итак хаю хай с вами ивангай водичку мы открыли парфюмер очку сейчас приступаем хочу рассказать как у меня появилась вот эта коробочка pixel 7 pro давно о нем мечтал сегодня у нас вот такой свет светодиодный фонарик такой купил его все инструменты . ru наша тачка за 200 с чем-то рублей это окна не хочу открывать то что у меня слепит глаза смотрите у меня был и есть 3xl насколько больше коробка насколько толще коробок у меня была черная версия белая версия есть черную мы раздолбали когда в москве кто пила gps нервы не выдерживали и пришлось по машине валять телефон хотя я понимал что дело не в телефоне но все равно ярость злость надо было на чем-то выметать продержался он хорошо сдохни сразу ну так его разъебал и потом еще продал на запчасти за 2000 или 3 не помню уже вот этот пикселек живой до сих пор он у меня рабочий телефон навигацию ловит нормально вообще всегда был поклонником htc а вроде как пикселей делает завод htc так у меня судьба не отпускают от этих телефонов раньше было до зарядочка блок питания наушники гарнитура все в комплекте сейчас блять аля iphone тоненькая коробочка надевайся по-прежнему классная ну чё а вообще сидел на htc сейчас у меня также есть рабочий ее 11 плюс тоже в полном порядке также у меня были м8 и коробка от ее 11 вот тоже раздолбыш м8 тоже он что-то там не хотел выполнять мои желания пришлось его разъебать вот сколько у меня было коробочек десятка девятка м8 еще одна десятка еще одна восьмерка dual sim короче я был поклонником htc а потом сейчас и перешел на пиксели здесь у нас все по-моему два десятка тоже вмятины это мои вмятины что-то он не хотел выполнять пришлось его немножко отшлепать здесь десятка более-менее целая но кстати сейчас снимаю на белый пиксель вот который там коробочка тоже хороший телефон был флагман 16 года что-то там по моему батарейка пиздец уже поэтому так в основном снимая ногу проху свои видосы но приближать лучше на телефон снимать цвет прикольный все видно купила этот пиксель 7 pro в сбере по супер промокоду по супер акции в декабре были кэшбэки на этот телефон я выхватил кэшбэк 51 процент и пришла смс очка от 30000 покупаешь и 10000 промокод мы тебе даем если ты купишь от 30000 я сложил 2 плюс 2 и решил не упускать такой момент и забрал этот пиксель всего за 40 рублей за этот пиксель я заплатил кредит кит 79000 сейчас он стоит уже по 96 цена на сбере постоянно плавает туда-сюда не обратно бери работает поэтому говорит мониторе сбер иногда там бывают хорошие цены отличные кэшбэки и намного выгоднее даже купить там новую вещь чем купить бушную на авито так и получилось с этим пикселем на авито эти пиксели стоят пушки 50 55 45 редкая но это раздолбанный какой-нибудь телефончик я мониторил мониторил давно этот телефон добавил в избранное дым сюда езжу работаю и приходит смс очка промокод 10000 и охренительный кэшбэк был в декабре то есть 51 процент мне за этот пиксель вернулась где-то 45 косарей 40 я его взял либо взял для себя буду с ним ходить и радоваться либо накручу пятнашку пятнашку двадцатку может быть и продам его там я его уже разместил на объявление правда не на авито не в россии другой стране соседней и вот но я уже с ним хожу пломбы были я все переживал что не будет вот этих пломб когда я получал посылку я даже в сбере все снимал онлайн так сказать чтобы было все видно короче показываем телефончик пломбы были я его открыл все отлично телефон распаковал телефон оказался как и ожидаемо новый корпус прикольный вес оптимальный экран сам передняя часть не узкая на сопоставима с пиксель 3 excel наборчик такой это важная штука переходник удобная вещь кабель очень качественная и в бумажках там скрепка гугловская все зарядка у меня есть оригинальная от пиксель 3 excel это же барал почти новый но на авито какого-то чувака и телефончик все работает фейс айди камеры конечно же меня не впечатляют потому что я привык на зеркалки снимать мне их достаточное количество но как для камеры с телефона вполне пойдет качество плюс быстренько под заказал чехлы нилкин на озоне была акция вот этот качественный чехол хороший вот этот текстурированный типа ткань и полностью открытые камеры на фото смотрится норм в живую как-то но не совсем очень нормально вот этот телефон самый дешевый из этих чехлов вот этот я думал будет говно но он видите мягкий мягкий и вполне качественный никаких заусенцев ничего такого нет выстроган хорошо сейчас одену чехол и покажу так телефоном полностью доволен работает хорошо внешка отличная камеры как я сказал уже для телефона пойдет ну если прям придираться мне конечно не сильно нравится качество с телефонов потому что я привык качество к зеркалкам но в принципе пойдет автономность хорошая скорость тоже нормально все установил просто подключил третий пиксель кабелем сюда и все перенеслось нажал здесь пароль и все данные все гуглы и все телефоны все перенеслось очень быстро в руке лежит хорошо нормально такой и вес очень приличный 3 как бы как пушинка не не чувствуется флагманности какого-то на 3 3xl хотя вот 3xl внутри реально не хуже снимает чем пиксель 7 про единственно что плюс есть вот этот вот телевик на 5x прикольно поиграться есть ультраширик тоже прикольная штука ну не совсем я этим увлекаюсь пользуюсь если снимаю фотки снимаю беру стараю стараюсь брать хорошую камеру nikon на 8 pro здесь еще сделали термометр это пиздец уебищное решение и вообще уебищное решение придумать на поставить термометр в телефоне возле камер это мне не нравится здесь такого нет здесь без всяких выебонов просто камеры вспышка и какой-то датчик чехол хрен пойми какой фирмы но реально он прикольный тактильно прикольный фейс айди работает отпечаток работает я все проверил все загрузим ну блин за 40 к такой телефончик извините меня грех не поиметь промокод 10000 цена была снижена там до максимум я там неделю или полторы мониторил этот телефон ждал скидки ждал чего-то ждал чудо и в общем чудо произошло телефонов у меня много он не в принципе был необязателен у меня два рабочих и 11 пиксель 3 pro он там старые валяются коробочки до хера телефонов так купил чисто на вариться наживиться на продажу либо раз не продам по своей желаемой цене то оставлю его себе так вот такой у меня план многие писали отправьте по почте без предоплаты я говорю идите нахуй риски почты я не буду брать на себя хотите приезжайте суки сами смотрите либо блять полная стопроцентная предоплата но его нахуй они его разобьют потеряют украдут мне она нахуй не надо писать эти там заявления верните мои деньги верните мой телефон ищите его нахуй нахуй эти проблемы хочешь купить приезжай блять телефон не за 10000 блять а блять за 800 долларов за 80 тысяч находит оптимальная сейчас рыночная цена открыл блять он уже стоит 96 блять работает хорошо но блять за 40 тысяч он вполне 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 нормально телефон и можно его иметь за такие деньги тем более я давно на пикселях у меня две трешки были семерка шестерка было бы уж на покупал летом двадцать третьего года купил за 15 в избранных за 224 поставил ценник 96 когда-то скриншотов на данное дело и здесь всего лишь 4 процента кэшбэк когда я его покупал сука я не поверил своим глазам был кэшбэк 51 процент хули не взять я взял блять я даже не раздумывал блин тем более я хотел этот телефон я хотел его испробует походить с ним а тут если его продам даже за 2000 там белорусскими рублями то я уже получается на варе от 15 до 20000 хули хули не взять вот с продажи не буду спешить не хотят приехать пусть идут нахуй рисковать отправлять без предоплаты я не долбоеб отправлять я не собираюсь умею три чехла ну то есть брал из расчета того если не продам то буду носить ходить сам с этим телефоном пиксель 8 про скорее всего брать не буду потому что мне не нравится этот зрачок термометра сзади хотя может если к новому году также он будет с кэшбэком в 50 процентов может быть я его и возьму 8 про но если с учетом что я до нового года продам этот только в таком случае сюда до нового года я не продаю 7 про сам с ним хожу то естественно нахуй я не буду брать 8 про был еще шестерка я его продал тоже с наваром где-то где-то 7 или 8 тысяч наваром продал вот и 11 хорошая кстати камера здесь обновил на android 14 уже систему здесь нихуя не обновляется на третьем пиксели тоже уже нихуя не обновляется битки но битки они и в африке битки они уже все выбрасывать их не буду просто они как история делаю бэкап и фоток потому что купил жесткие диски он стоят чтобы сделать бэкап еще взял жесткий на 4 терра вот этот туда переношу все фотки комп тоже охуенные взял год или полтора назад на год назад бушный но охуенно все работает меня не наебали по хорошей цене взял системе вот такие у меня пиксели что на улице похолодало мне немножко горло блять заболела вот взял за 80 кэшбэкнулась 45 чем 44 что такое плюс чехлы примерно по 800 рублей вот этот чехол стоил по моему рублей 500 я заказал потом думаю блять придет какая-нибудь хуета за 500 рублей а потом подумала ладно блять рискну может придет нормально и да нормально чехол здесь что пальцы не скользили хотя у кого потные руки блять ненавижу пидорасов у которых потные руки блять у меня ощущение никогда вот не потеют нахуй не знаю почему не то ли люди волнуются то ли они блять долбоёбы ненавижу кого путные руки но вот для этих долине сделаны вот эти вот скорее всего чтоб держать было удобнее кнопки все четко чехол классный за 500 рублей блять ноунейм конечно но эпоху вообще а вот эти от нилкановских вот этот нормальный это хорошо смотрится это же все качественно закрытой закрывашкой камеры я даже не знаю зачем я взял его синий текстуры или текстурированный тоже не знаю зачем взял может чтобы проверить как этого будет блок камер в открытом окне смотреться я одел и как-то смотрится дешево хуёво по-душмански короче и я его не ношу ношу либо вот этот сейчас периодически переставляю либо вот этот первый он выглядит строго без всяких без всяких понтов тоже кнопки очень все хорошо сделано чехол боковинки мягкие задник более жесткий super frosted shield pro наклеечка все это естественно китайская барахло но как есть так есть все рассказал про свои телефоны рассказал про пиксель всем про который взял как бы основной я с ним дома гоняю никогда и работаю не как рабочий то есть основной телефон когда я не на работе едва рабочих у меня есть ее 11 про и и этот пиксель 3 xl сейчас я уже телефоны в машине стараясь не пиздить не бить их потому что как-то 3 пиксель 3 pro черный я разъебал машине я думал они бессмертный телефон но оказывается техники бессмертно не бывает и несколько дней получения пиздюлей телефону не помогли выжить а он просто сдох а тут оказывается зарядочка еще есть ну вот нормально зарядка кстати не самая слабая но я стараюсь заряжать пиксели он американской зарядкой он торчит но которая была в комплекте пикселем 3 как-то мне так спокойнее о наушники тут еще короче дохуя не вот этого барахла и наушников и зарядок целая коробка блять действительно может они и правы как бы что думают выдал боёбы если вы покупаете 7 pro блять вас по-любому были другие пиксели там были зарядки и вряд ли вы их проебали блин наху мы будем ложить сделаем поменьше коробку положим туда только шнур шнур до переходник до скрепку нахути что-то еще блять зарядку тебя должна быть от старого пикселя неужели долбоеб ты ее проебал я не долбоеб я не проебал у меня она есть и я им заряжаю блять где-то в гостях или где на выезде я могу зарядить другой зарядкой у меня тоже полно зарядок от htc они тоже качественные заряжают без проблем но все равно приятно когда вот коробка такая здоровая когда ты покупаешь и у тебя реально бомбит что нихуя ты взял блять вот это кстати коробка оригинальная а вот это скорее от рефа потому что здесь нету изображение телефона кстати сейчас только заметил да у меня был походу один рев самый первый пиксель 3xl который покупал у чувачка он был вот в этой коробке здесь нет ни наклейки нихуя стопудовый реф я об этом тогда не знал меня на боли взял его за тысячи 13 что ли вот этот рев потом его перепродал конечно же с прибылью но вот отличие стопроцентного оригинала тут еще голограмм к на 7 про и на 8 сейчас никаких голограмм нет сейчас арк ю код которому ты можешь проверить товар коробка меньше с одной стороны это плюс с одной стороны минус а ёбаный в рот нихуя си китайцы пожалели блять а блять это я долбоёб есть изображение пикселя но только сука на одной стороне какого хуя почему здесь и здесь нет ладно это похуй коробки пиксель 3xl это уже в прошлом они тупо стоят на полочках у меня ну одним я пользуюсь 3xl но как рабочий он меня вполне устраивает все thank you for watching пользуйтесь только крутой техникой google меня вполне устраивает да есть телефоне свои косяки иногда фроузит иногда что-то но это похуй мне вообще не проблем никаких не доставляет такой девайс хороший размер хороший вес чувствуется что это флагманский телефон за 80 тысяч конечно я бы его никогда не купил потому что я чё долбоёб нахуй мне трубка за 80 к блять когда у меня есть тысяча и две трубки для дома валяются а за 40 к в принципе да вариант приемлемый а если его еще продать нахуй за 55 60 то можно также такую же хуйню провернуть и в следующем году также будет кэшбэки взять опять же новый можно даже 7 pro взять вместо восьмерки и также впарить либо ходить пока ты не то пока ты его не в паришь всегда есть варианты всегда есть свои приколюхи надо просто думать мозгами и соображать что и как выгодно провернуть все спасибо за просмотр с новым годом а я пойду пойду попью чай очка блять с медиком все thanks for watching have a nice day let's go